Рекламно-информационная программа. Группный план. В Кирове 13 часов и 6 минут. В студии Владимир Сметанин. Здравствуйте. И, конечно же, еще одного Владимира приветствуем. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Новым мы вместе в это время, во вторник. Добрый день, Владимир. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Позадачил вопросом, как отмечаться День Хоббита должен, да? Сегодня Международный День Хоббита. День Верхобита. В Хоббиту. Прости, Господи. Прости, Господи. Запрещенная в России организация. Да, много запрещенных организаций стало, куда ни глянь. Ладно, мы заинтриговали всех рассказами, ну, пока еще не получилось какого-то продолжительного, да, рассказа подробного о том, какие планы у компании «Вятич» в отношении так называемой приказной избы на улице Спасской 4Б. Ну, давай вот сегодня поподробнее с этого начнем. Прямо с места в карьер. Я напомню, что две недели, нет, три недели назад, да, в самом конце передачи, Владимир об этом говорил, большой отклик получила эта тема в социальных сетях, очень много положительных отзывов. К моему удивлению, очень много именно положительных. Положительных, да, что возлагают действительно такие радужные надежды на «Вятич» в связи с модернизацией, да, я не знаю пока, как это называть. Ну, давай приступим. Итак, приказная изба. Давай приступим. Ну, начнем с самого простого. Вот для тебя лично, вот тут на самом деле мы сыграем в пинг-понг такой, да, для тебя лично приказная изба, что это такое? Ты знаешь, вообще в отношении всех исторических зданий, которые существуют в нашем городе... А сколько их? Вот, Володь, я сейчас немножечко отойду от обычной канвы, когда ты интервьюируешь меня, а я соловьем заливаюсь на тему «Вятич». Точно, 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 не знаю количество. Видишь, там есть разграничения, есть памятники выявленного, да, культурного наследия, есть уже внесенные, вернее, в реестр официальных памятников культурного наследия, есть, которые еще не попали туда. Я не знаю, я не уверен даже, чиновники ли знают вообще точное количество таких объектов. Ну, и к тому же время идет, и, по идее, этот список должен расширяться, но политика государства, властей в этом отношении, она оставляет, на мой взгляд, желать лучшего. Вот есть этот памятник, и они не знают, что с ним делать. Ну, не знают, денег у них на ремонт нет. Они говорят, что собственник, да, там, если это жилой дом, то сами собственники должны это все ремонтировать. Или продавать вязкую кунсткамеру, да, которая не работает. Или продавать. Ну, вот попытки же есть, да, у городской администрации. Вот, в частности, буквально две-три недели назад была информация о том, что так называемый китайский домик на пересечении Орловской и Володарского выставлен на продажу, и сумма там какая-то, ну уж очень вкусная. Ну, я имею в виду для администрации вкусная, а для потенциальных владельцев, ну, там, я думаю, неподъемная. Хотя место козырное, как говорится, да. Когда я был в Ижевске, месяца, сколько, наверное, месяца полтора назад или два, Министерство экономики Удмуртии предложило взять за один рубль символически, Екатерининская, нет, вру, не Екатерининская, все-таки постройки, она попозже построена была, здание оружейного завода на берегу Ижевского пруда. Ну, это исторический памятник, самое известное здание вообще в Ижевске. Я съездил, посмотрел, то есть за рубль-то, конечно, они нам отдали бы, да, на восстановление. Но стоимость восстановления этого завода, это миллиарда полтора-два. Ну, я понимаю, да, чисто символическая цена заявляется. То есть пока, честно говоря, мы не готовы вложить полтора-два миллиарда в Ижевские достопримечательности. Несмотря на то, что когда-то мы были частью одной административно-территориальной единицы по названию Вятская губерния. Когда-то Ижевск находился в Вятской губернии, и не было никакой Удмуртской республики. Но об этом не надо говорить в Удмурте, естественно, понятно, и губернатор, тем более. Вот. Вопрос и с приказной избой, и с памятниками истории на Вятке, он очень интересен. Вот, набрати внимание. Я бы даже сказал, он печален и плачевен как-то. А он печален, вот я всегда в жизни руководствовался принципом, он правильно, неправильно, я до сих пор не знаю. Мне он нравится. Я всегда пытаюсь из лимона сделать лимонад. Вот что бы ни происходило, как бы ситуация ни складывалась, я все равно ищу возможность из нее что-то сделать более. Не из конфетку, а из лимона лимонад. Ну, нет. Принцип Маматова. Так вот, из конфетку, конечно, это трудно, это очень трудно, это, я бы сказал, высший пивотаж. Тем более в конфетке, в Э обнаружить кусочек конфетки, это очень интересная задача, да? Так, ладно, не будем зацикливаться. Да, не будем зацикливаться на фрейдовских этих вещах. Ассоциации. Это совершенно правильно. Но, но, вернувшись, памятники. Вот это меня, как человек, все-таки приезжего, то есть я приехал сюда, сколько, 24 года исполнится в ноябре. То есть я, в общем-то, здесь, ну, чувствую себя практически кировчанином, на самом деле. Вот как это не смешно, я сам удивляюсь периодически, но это мой родной город. Вот как Питер у меня, собственно, родина, да? Но и Киров уже, я здесь столько проживаю, здесь столько людей знаю, здесь столько было всевозможных событий, историй. Я столько раз, я видел, я четырех губернаторов, ты понимаешь. Пережил. И со всеми ими общался еще, что самое смешное, да? Ну, это отдельная песня. Вхож был, так сказать. Ну, нет, нет, вот это, вхож, это, знаешь, такой еще дореволюционный вариант, то есть вхож в кабинет, да? Нет, у меня так не получилось. То есть я просто-напросто с ними периодически как-то умудрялся стыковаться, общаться, но я никогда цели, на самом деле, не ставил забраться, вообще никогда, просто никогда. То есть меня вхождение во власть никогда не интересовало, вот в принципе, с детства, не было такого момента. Но я говорю про Вятку, я, во-первых, знаю достаточно про личного, во-вторых, я здесь живу. То есть это я воспринимаю как свою местность, место, где мои дети здесь родились, то есть я здесь рос корнями, все. И когда возникает вопрос, вот я езжу к себе домой в Питер, я прекрасно знаю, куда я там пойду. То есть я пойду в Эрмитаж, пойду погуляю по центру, съезжу в пригород. В Дворцовую площадь. Я схожу по Петроградке, по кварталам, где моя юность прокатилась, да? Я схожу на Васильевский, где мои общаги стояли в университете, где я учился. То есть все эти места с какими-то воспоминаниями, но самое главное, вот все эти музеи, строения и так далее, они обладают памятью. То есть ты возвращаешься, ты знаешь, куда ты вернулся. То есть это вот дух города сохранен. Вопрос, что на Вятке. Самое красивое на Вятке здание находится, это здание ФСБ, естественно, да? То есть нет, Володя, это кроме шуток. Я в очередной раз поймал себя на той же самой мысли. Нет, Володя, это совершенно справедливо. Более того, действительно, это архитектурный памятник, оно действительно красиво, с моей точки зрения, человек, скажем так, избавованного культурой в свое время, да? Оно действительно хорошо. Ну, оно под ФСБ, да? Окей. А куда вот ты приезжаешь, вот, допустим, приезжает кто-нибудь из моих друзей или родственников, там, из одной столицы или из другой столицы, без разницы, там, из Москвы или из Питера, приезжает сюда. И возникает вопрос, а куда я его могу повезти и сказать? Вот, вот, Вятка, вот история Вятки, вот музей. Вот сердце города, да? Вот, да. Душа историческая. Ну, душа, не душа, это мы забираемся в религиозные дебри, из которых мы не вылезли. Нет, я в нерелигиозном формате говорю. Отлично, неконфессиональный. То есть, душа, это, то есть, некое средоточение, вот, знаешь, вот, и корней, и какой-то морали, и вот всего наследия, что нам досталось. Вот, скажи мне, как коренной кировчанин. Я не коренной, я тоже приезжий. Ты приехал 24 года назад, я приехал сюда 21 год назад. Я родился в одном из районов Форжевского района. Вот сейчас... А, нет, нет, ну, что, ты все равно... А, нет, ну, ты, если говорить о моей семье... Ой, да, Володя, ты, конечно, 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 да. Так вот, значит, беседа получается все-таки. Потому что я испугался сейчас, если ты окажешься откуда-нибудь с Урала... О-о-о-о... С Урала? Да. Были мысли когда-то на Урал, перебраться, но пока не затеяли. Ну, ладно, сейчас мы ударимся в воспоминания и размышления. Так вот, где, собственно, куда, собственно говоря, я могу привезти приезжих? Куда? Ни-ку-да, ответ один. Вот совершенно точный ответ. Ну, в ФСБ не надо, если что, они сами придут. Ты знаешь, да, мне тоже... И мне почему-то самому не очень хочется как-то. Я не думаю, что я буду там вспоминать об учебе, да, то есть... Я думаю, что у меня другие будут размышления в этом здании. Так вот, вернемся. Вопрос, куда привезти человека, это вопрос как раз к приказной избе. Понимаешь, предложение веще крайне просто. Мы его не оформили. Честно говоря, вот честно могу сказать, мы до сих пор не отправили письмо в правительство, хотя разговор об этом идет, да? То есть нет четкой концепции, да? Да. Некого документально оформленных четких выставленных мыслей. Скорее, концепция недопилена дома. Недопилена. Недопилена. То есть надо отправлять письмо. Я думаю, что мы на этой неделе все-таки разродимся и отправим. И мысль очень простая. Ребята, дайте нам за какую-то символическую сумму в аренду на 49 лет. Мы приведем, вот просто все зубы даем, мы приведем, во-первых, это в порядок. То есть так, чтобы совершенно спокойно можно было любого приезжего, любого гостя города и самих горожан приводить в это место. То есть там будет интересно. То есть мы сделаем реальный музей. Все-таки музей, да? То есть сейчас мы можем точно, твердо утверждать, что это музей. Абсолютно точно. То есть мы сделаем музей пива. Из алкогольного? Естественно, другого на ветке не бывает. Одно безалкогольное. Самый непьющий регион в России. И есть подвал в этой приказной СБ. Подвал стабильно, по-моему, затопляемый. Откуда знаешь? Ну, я знаю. Вопрос слегка изучали. Так вот, есть подвал. И этот подвал мы сделаем, конечно, дегустационный. То есть не пивняк, прости господи, как у нас любят говорить. Ты знаешь, что, Вятич, понятно все. Они сейчас эту приказную избу-то. Они вот сейчас и пивняк сделают свой. И сейчас уберу непароменские выражения. Суть в чем? Ребят, если у вас везде мерещится пивняк, ну, с вами все ясно. То есть никто не собирается. У нас и так они есть, понимаешь? У нас и так есть и рестораны, и забегаловки. Вятич спорт, хорошие, кстати, забегаловки. Все это их, по идее, в городе побольше, на самом деле. Потому что мест досуга у нас хронически не хватает. Это отдельная песня, на самом деле. Но, но. Никто не собирается из приказной избы делать обычный, примитивный, вульгарный, знакомый всем до боли, даже очень хороший ресторан или бар. Вот я тебе писал в письме этот замок баварский, построенный Людвигом. Ну, знаменитая история. Этот парень, который любил Вагнера, Лэн Грин, все вот это, да. Потрясающе, я не выговариваю это немецкое название, как оно там, Ной, Ной. Сейчас, Ной Швайштайн. Да, мне рассказали. Ной Швайштайн. Ной Швайнштайн. Ной, новый Швайштайн. Что-то фиксированное. Володя, твои познания в немецком, да, они даже, пожалуй, превышают познания, наверное, тех, кто мне рассказывал. Так вот, там, в этом баварском замке, музей деревни, в которой построен замок. Вот это деревня, так и называется. Музей деревни. Да. Естественно, все крутится вокруг баварских королей, собственно, которые строили замок, все. Но и история этой деревни. И в этом, рядом с этим, то есть в этом музее, фактически, и ресторан, и еще что-то там есть, да. То есть, как подходит к этому вопросу немцы? Очень просто. Да, объект стоит денег. То есть, даже поддержание в рабочем виде любого исторического объекта. Вот ты приходишь в Эрмитаж, да, на первом этаже ты видишь там кафетерий. Вот я помню еще, когда я был в пятом-шестом классах, там были те же самые кафетерии. Там перекусывали туристы, перекусывали студенты, перекусывали мы, школьники, которые там занимались. То есть, это было удобно и вполне приемлемо. Это очень хорошо. И Эрмитаж зарабатывает на выставках, на билетах и так далее, и так далее. Мы не можем построить у себя Эрмитаж, да, но в приказной избе сделать ее окупаемой, это возможно. Вот поставьте там дегустационный зал, он будет окупаемый, этот объект. И можно привести, можно сделать такую конфетку, понимаешь? То есть, когда можно будет бить себя пяткой в грудь и говорить, ребята, а вы были у нас в приказной избе в Кирове? А вы не видели ничего, вы ничего не видели. И вот этот объект, это проба пера, понимаешь? То есть, вот есть стандарты, есть стандартное отношение между властью, обществом и бизнесом, да? То есть, в том, вот, можно долго говорить, там вспоминать Белоруссию, где, кстати говоря, этот конфликт вообще виден прекрасно совершенно. Потому что все более меняемые представители беворусского бизнеса, ну, берем те же Атичниковы, да, которые хорошо поднялись все время, они почему-то каким-то образом на стороне этих протестов. Очень интересно, да? Слушай, мне все эти конфликты, они мне напоминают просто ситуацию более чем столетней давности, это хорошо было сформулировано. Верхи не могут, не за не хотят. Ну, она всем это напоминает, да. Да, да. Так вот, возьмем отношение, кто у нас сейчас является бизнесменом? Где вот эти состояния все, которые сейчас созданы? Очень-очень интересно, если немножечко копнуть и посмотреть внимательно, да? А где люди, которые создали бизнес? Где люди, которые поднялись благодаря чему-то вот инновациям, модернизациям, которые реально развили? Их очень-очень мало. Их чертовски мало. В основном это ребята, которые попилили Советский Союз грамотно совершенно в 90-е. Ну, там поджимали, покрашивали туда-сюда, кое-как, где-то что-то, в чем-то офшоры, не офшоры. И потихонечку вот у нас такая просвойка в кавычках бизнесменов. И стали гордо считать себя, да. Да. Предпринимателями с большой боку. И дальше возникает простой момент. Ребят, а какой след вы оставите после себя? Ну, как бы так, ну, любого здравого человека, на самом деле, в каком-то возрасте начинает интересовать вопрос, что будет, когда меня не будет. Вот есть такое, да? И что там останется? Ваши эти майбахи, вертолетики, что у вас будет? Фотографии с тёлками, я извиняюсь. Ну, хорошо, конечно, да. Ну и что? Это сотрётся через пять минут всё. Никто не вспомнит. Вообще никто. Никогда. То есть жизнь прожита, на самом деле, впустую, по большому счёту. Так вот, с этой приказной очень хочется, чтобы деятельности Вятича, кроме прекрасных сортов местного, безалкогольного, оставалось что-то более материальное. К примеру, вот это здание приказной избыль. То есть превращённое в музей, причём музей не на уровне, там, три поделки, два этих самых экспоната, да, а музей европейского класса. То есть именно, когда это маленький, ну, по европейским меркам не очень маленький, кстати, город. Пятьсот тысяч населения Кирова, это Хельсинки. Ну, уже больше, пятьсот пятьдесят уже по последним подсчётам подходят. Ну, пятьсот сорок, да. Не, я однажды беседовал с финнами, там, потрясающая беседа, учитывая скорость финнов, когда они говорят, да. Да. Здравствуйте. Да. Так, вот, я рассказывал о том, что я был в Витебске, в Белоруссии как раз той самой, да, это было 94-й, по-моему, год, или 93-й. Был в Витебске, и в Витебске всего четыреста тысяч населения, маленький городок, едва там автобусы ползают. Финны, значит, один не говорил на русском, второй говорил. Тот, который говорил, перевёл к товарищу, говорит, Олли говорит, Хельсинки четыреста тысяч населения. Оля, ещё что-то сказал? Говорит, нет, с пригородами миллион, понимаешь? То есть, Киров не маленький город. Так вот, где, собственно говоря, вещи, ну, пора как-то задумывать. Вопрос, а, ну, недавно тут говорил с одним евреем, по ходу матча, да, жителем. Где у нас в Вятке евреи? Есть, есть. Такие есть. Такие есть они. Такие имеются. Что ты, Володя, чтоб наших не было здесь, и такого не бывает. Так вот, говорили как раз об Израиле и о национализме. Я вспомнил одного своего знакомого из Израиля, который в годах уже эмигрировавший из Украины. Прекрасный врач, совершенно очень умный человек. Вообще, производил великолепное впечатление. Настоящий такой товарищ. Так вот, он говорит, да, я националист. Вот моя родина. Вот место, где я живу. Я отстаиваю интересы этой местности. Какие вопросы возникают? Вот то же самое здесь. Мы, вот это заглядывание на какие-то образцы, находящиеся где-то. Это попытка бездумно копировать вот что-то блестящее, находящееся где-то. Ребят, ну, хватит заниматься этой ерундой. Мы никакую мы Америку не догоним, и не надо догонять. Тем более, в том виде, в котором она сейчас превращается, да, она превращается. Я сужу по постам своих нью-йоркских друзей, которые описывают там, там, черти что, из букв «Бантик». Слово из четырех букв. Ну, да, да, и неизвестно, во что это вылится. То есть, не догонять, надо не догонять Америку, надо не штурмовать космос, надо не заниматься какими-то прожектами, рассказами о светлом будущем, вот этого все. А давайте попробуем пожить. Вот такая странная вещь, да, то есть не будем там пугать планету там нашим супероружием, или рассказывать там о строительстве грандиознейших объектов, там, фантастических начинаний. А не надо этого всего. Может быть, что-то свое, и может быть местное, и может быть какое-то естественное. Володь, я прошу прощения, у нас четыре минуты до рекламы остается. Я предлагаю в сегодняшней программе тему с приказной избой уже добить. Будем возвращаться, конечно. Давай, хорошо. Просто я хочу задать еще несколько конкретных вопросов, да, простых, и получить, ну, по возможности тоже конкретные ответы. На мой взгляд, черта любого делового человека присматриваться, приглядываться и сразу понимать, во сколько это обойдется. У Вятича уже забронирована некая сумма, либо уже есть какое-то представление, сколько уйдет на обустройство задуманного? Ну, не знаю, миллионов 10-15, миллионов 20, 30. Нет, рублей. Хорошо, вы отправляете письмо с прошением, да? Получаете ответ, ну, там, не знаю, какая-нибудь вода чуть налит, и там не представляем возможность выполнить вашу просьбу. Насколько вы согласны и готовы вгрызаться в эту историю? Вы будете все-таки добиваться того, чтобы приказная изба, так скажем, стала вашей арендой? Я понял тебя. Значит, был такой не очень известный американский президент Куллидж. Единственная фраза, которую я у него прочитал и запомнил, она мне нравится. Главное — это настойчивость. То есть в жизни огромное количество непризнанных гениев, которые умирают на обочине. Талант ничего не стоит, способность ничего не значит. То есть случайность определяет очень много. Но если ты настойчив, ты добьешься. Главное — это настойчивость. В общем, в планы... Мы, смотри, мы вот точно так же, как с новыми сортами, точно так же, как со строительством завода, точно так же, как с памятником Шнейдеру, точно так же с фестивалем, со всеми этими вещами. Мы, как говорил товарищ Черчилль, не отступим ни на шаг. То есть мы все равно будем за это сражаться. И приказная изба, как идея, мне очень нравится. То есть мы отправим письмо. Если мы получим отрицательный ответ, ну, мы обратимся к публике, то есть обратимся к обществу. Благо у нас сейчас отличное отношение с кировскими СМИ, да. И мы расскажем о том, что, ребят, мы хотим сделать вот это и вот это. Вот так и вот так. Хорошо, другой вариант. Вы получаете положительный ответ от властей, но список требований таков, что там должно быть, да? Паводь, еще раз. Мы обращаемся к обществу и объясняем. Ребят, нам предложили вот это. И вот это является бредом силы кобылы. Спросим уважаемых людей, архитекторов, специалистов по быту вятки, кривейческий музей, директор, который мне звонил пару раз, да, то есть интересовался вопросом. Мы спросим этих уважаемых людей. Ребят, как вы оцениваете эти предложения правительства? Эти люди нам отвечают, причем в паблике, да, на страницах газет, сайтов, на сайтах, в соцсетях, без разницы где. Они нам ответят, что, ребят, мы считаем это бредом и чушью. Вот и все. То есть и до тех пор, до тех пор, пока мы не получим правильного результата, вот здравого, нормального, хорошего, мы будем долбить. Вот и все. Дьявол зачастую скрыт в мелочах, как ты знаешь, да, и работает с объектами культурного наследия, имеют возможности права, и документы далеко не все подрядчики, да, придется искать, если что. Я к чему? Вопросы об устройстве, да, нового облика этого объекта, они будут как-то обсуждаться с общественностью. Я думаю, да. Вот там, вплоть до материалов, да, и цветовой гаммы, как это будет выглядеть. Понимаешь, нет смысла, вот смотри, у меня в этом отношении крайне простой, абсолютно крестьянский подход. Нет никакого смысла вкидывать серьезные деньги, а там серьезные деньги. Все-таки несколько десятков миллионов — это серьезные деньги. Даже для Вяча — это цифра. Вкидывать несколько десятков миллионов, причем ты эти деньги не вернешь сразу. Это долговременная инвестиция, очень долговременная. То есть дай бог эту сумму, которую ты ввозишь в модернизацию приказной избыток, тебе вернется лет через 20. Вот так вот, по уму, если говорить. То есть другой вопрос, что для имиджа компании, для отношения к ней со стороны кировчан, вот я не собираюсь выкавить ни на секунду, я именно так и считаю. То есть если ты делаешь людям что-то полезное, интересное, важное, и людям это нравится самое главное, они понимают, что это не фуфло, это не из веток и как раз что-то слепленное. Не сиюминутное. Не сиюминутное, да. Если они это понимают, они к тебе по-другому начинают относиться. Вот и все. То есть вкладывать эту цифру в вещь, которая будет сделана криво и косо, глупо. То есть надо делать действительно европейского качества, уровня. Так, чтобы немцы, которые к нам приезжают на вятич, вот к нам приезжал полтора года, ну и два года назад я интервью с ним делал, технолог откуда-то из Мюнхена, да. Ну там отдельная песня про самого, безалкогольное, разумеется, пиво, да. Мы к нему после рекламы как раз вернемся к этому вопросу. Вот я хочу, чтобы этот технолог приезжал, какой-нибудь своего там в Мюнхена, там не знаю уж, без разницы откуда, да, Кёльн. Вот. И обойдя эту избу, говорю, ребята, отлично, отлично, у нас такого нету. Да, здесь фантастик. Да, 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 совершенно правильно. Да, здесь фантастик. Вот именно тогда мы говорим, ага, вот это наше. Вот это то, что мы сделали. И нам не то, что... Для того, чтобы нам не то, что не пришлось стыдиться, да, или, ты знаешь, закоулками и огородами огибать эту приказную избу. Ну да, там мы что-то делали, вот как обычно на вятке происходит, да. Собрались, поговорили, обсудили, ничего толком не сделали. Потом из веток слепили что-то, и потом выясняется, что как бы все. Нет, приказная изба, во-первых, будет, во-вторых, вопрос обсуждения будет широкий. То есть мы ничего там не собираемся ни скрывать, ни цифр, ни условий, ни материалов, ни работы. Все. Я напоминаю вам, наши слушатели, о том, что вы тоже можете присоединиться к нашей беседе, задать интересующий вас вопрос. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Номер телефона и прямого эфира, разумеется, 211-101. Ну а мы сейчас уходим на небольшой рекламный перерыв полторы минуты. Группный план. Владимир, а вы знаете, что вы еще и в прямом эфире сейчас демонстрируетесь, да, на нашем YouTube-канале. О-о-о. Да, YouTube-канале нашей радиостанции. Награда нашего героя. Полюбуйтесь, видеокамера именно на вас устремлена. Так что, если у кого-то есть возможность еще и онлайн нас слушать и смотреть, пожалуйста, заходите. 211-101, номер нашего прямого эфира. Итак, продолжаем развивать эту тему, да, приказная изба, как некое средоточение, как некое сердце города, куда люди стремятся. Расширяем тему. Меня сейчас поправили буквально с WhatsApp, да, написали, что все-таки один музей пива — это глупость, да? То есть все-таки будет музей края фактически. Музей края. Вот-вот я к тому, да. Я к тому, что это более обширная, так скажем, задача. Да, да, совершенно правильно. И еще раз поправили вот это название замка. Это сейчас я зачитаю. Но и Швайштайн вот это вот. Нет, оно не... Или иначе? Оно чуть-чуть... Нет, там чуть ли не слово «швайн» затесалось, что есть свинья, как мы знаем из фильмов про войну. Я не есть, знать хорошо немецкий. А я-то сдавал вплоть до философского... Швамштайн. Все, вот «швам» — это в английском «лебедь» пишется, похоже. Это «новый лебединый замок». Новый лебединый замок. Да, это можете посмотреть историю Людвига, это интересно. А вот, кстати, тема названия для нового заведения вот этого музея края тоже, наверное, надо будет подумать хорошей. Новая приказная изба. Нью приказная изба. Ну, нет, нью-восеки мы знаем уже, да. Нью-восеки. Нью-хаус. По этому пути мы не пойдем. Ладно, но тоже подумаем. Ладно, переходим к более, да, собственно, к расширению границ, собственно. Ну, смотри, у нас вот тематика сейчас, которая вырисовывается, это связано в первую очередь с концепцией вот этого «локал-бренда», да, то есть локального, местного. Она вот все больше и больше цементируется, и с ней мы, скорее всего, все-таки выйдем на российский рынок, выйдем на широкие просторы, это может быть не в этом году, ну, скорее всего, не в этом. Это, скорее всего, все-таки следующий через год, да, и в связи с ней очень интересные моменты. Вот ты упомянул про то, что Ижевский ходил, да? Это ты упомянул. Разве? Да. Там ты начал. Ну, ладно, хорошо. А, ну да, мы там вначале говорили, что мы там единым целым были когда-то. Оказывается, Вятская губерния была второй по численности в России, это раз. Более трех миллионов, по-моему, человек. Да, и второй момент, который меня очень заинтересовал, несколько лет назад, я попал в Яранск, как раз там, при какое-то время Уржум, Яранск, вот эти окраинные, да, точки. Ну, не совсем окраинные, конечно. Ну, не совсем. На юг еще, Малмыш, есть Вятские поляны. Так вот, фишка в том, что я проезжал и удивился, у меня откристаллизовалось это наблюдение, то, что огромное количество вот этих купеческих особняков. И в Свободской ты въезжаешь, он же весь купеческий, он вот центр, да, старый. Он весь застроен, вот эта купеческая застройка, это видно все. Это природные дома, каменные, которые 200 лет стояли еще 200 просто. Да, и в центре Вятки ты видишь то же самое, да, фактически. Я до сих пор, Диуэлян, почему не закрыли, к чертой матери, для автомобилей центра, не сделали нормально. Ну, это, опять же, это как же приказная изба, то есть нужна политическая воля, плюс деньги, плюс, ну, много чего вещей, да. Но Вятка это купеческий город. Вот я только когда сюда приехал, Длия для себя как раз сформулировал, это купеческий, мастеровой и купеческий. Все, больше здесь ничего нет. То есть земледелие не здесь. Ну, кто-то еще считает, что город ссыльных. Ой, господи, ну, это, конечно, по тундре, по железной дороге, это понятно все. То есть здесь эта тематика, кстати, очень востребована, между прочим. Не зря же ты говорил, что самое красивое здание у нас. Какое здание? Помните всегда об этом. Да, из этого окна посетить красное видно. Вот, и вернулся здесь к более веселому. То есть это купеческий город, меценатство. Ну, посмотри, сколько здесь ребята настроили, учились, чего только не было. Вот купцы в Вятке, которые были до революции, чего только здесь не было. На самом деле я как-то читал и пару исторических вещей. То есть можно только поклониться этим людям, а они вкладывались, вкладывались и вкладывались в развитие своего края. Где вот эти ребята, которые вкладываются сейчас в развитие края, большой вопрос. То есть вот... Ну, есть, но это не наша тема просто. Да, согласен с тобой. И вот к вопросу о местном, вот совершив такое небольшое движение в эту сторону, к вопросу о местном. Я несколько, наверное, недель назад, у меня была совершенно потрясающая сценка. Я захожу в Магнит, в свой там, в Костина, который, да. И рядом, то есть заходит одновременно со мной пара парней, ну, где-то лет, наверное, 27-30 вот в этом диапазоне. Вот. И я по ним, по говору понимаю, что они не местные. То есть они русские, но... С Бахты, что ли? Нет. Но нет. Ты знаешь, все-таки разница между жителями Костина и жителями Бахты неотличима абсолютно. Я думаю, что и русские это же самое. Так вот, я понимаю, что ребята не отсюда. Потом, выйдя из магазина, я вижу на стоянке автомашину с регионом Коми, да? 11. 11, совершенно правильно. Я понимаю, откуда они. Вот. И они подходят к холодильнику, ну, безалкогольное пиво, разумеется. И они говорят, а вот, что это у них местное, да, вот в пакетах стоит. В бумажных пакетах. Я знаю, что это Балтика. Это фирма Балтика, там ничего не местного, ничего нету. Там все это... Мы знаем, как это делается, более того. И я понимаю, что ребята не знают, что местное здесь, а что не местное. То есть у приезжих до сих пор, у них автоматически нет вариантов. Но одновременно, понимаешь, я слышал, сейчас помню, это были москвичи-питерцы. Это была Самара, кстати говоря, Ярославль и Рязань. Так вот, жители всех этих регионов, попадая сюда, или я встречался уже в Рязани, они заезжали к нам, и потом мы встретились в Рязани. Там ребята торгуют фермерскими продуктами, по ходу матча, три крестьянина фирма называется. У меня у них был. Так вот, эти ребята говорят, какое прекрасное, безалкогольное, разумеется, пиво, Вятич, вообще, слушай, ничего у нас близко, похоже, нету. И я с огромным, и москвичи, вот была эта ситуация, когда лет пять или семь назад в пивном дворике Вятича, вот это на Спасской 41, мы сидели в компании, там были москвичи, ребята, которые работали в Вяткобанке. Был Илья Курагин, тогда еще не генеральный директор, и я позволил себе какую-то, как всегда, шутку на тему того, что, ну ладно, давай, Вятича там тащите, там ерунду-то всякую. Ну, я сказал, не ерунда, там повеселее было достаточно. Вот, Курагин, по-моему, обиделся, а москвичи вытаращили на меня глаза и сказали, ну ты вообще как бы не очень умный парень, видать, потому что ты за эти деньги ничего даже близко лежащего в Москве получить не можешь. То есть, ребята, отличный продукт, прекрасный, почему вы не гордитесь, абсолютно непонятно. И вот эту реакцию я слышал много-много-много раз. И совсем недавно мы стали смотреть из российских пивоваренных заводов, а что у нас осталось. Именно Local Brand? Да. Вот, допустим, в Самаре, это реклама конкурента, ну что делать, да? Вот Самарский пивоваренный завод, основанный фон Вакана, это немец тоже, а в 1877 году, то есть на 30, на 25, на 26... Ну, если брать в учет то, что столько времени уже прошло, то есть разница там небольшая. 26 лет, через 26 лет Шнейдер основывает. Кстати, вот это и по ходу матча, по поводу наших ценностей, их сохранений и так далее. А Самара, вот это Жигулевская, это все оттуда, да? Да. Но Жигулевская в советское время, во время какой-то дегустационной комиссии, один из специалистов НИИ Пищепрома открыто заявил, что лучше Жигулевская, безалкогольная, разумеется, в СССР варят на заводе Вятич в городе Кирове, я тебе серьезно говорю. До сих пор варят. И в Самаре, в Самаре, торговля самарская покупает наше Жигулевское, безалкогольное, разумеется. То есть вот такой интересный момент, да? Вот, но... Как многоходовочек. Да, совершенно правильно. Так вот, допустим, в Перми, помнишь, у них была Рифей такая компания? Смутно, но, напоминаю, да. Ну да. Сан-НБФ купили, закрыли, сейчас там склад. Просто склад. Слободской завод. Все знали прекрасно Слободской пивоваренный завод, да? Да, он был, все-все-все замечательно. Пиво, Елена. Елена, да, точно, безалкогольная на всякий случай. Безалкогольная на всякий случай, да. Так вот, продаем на металлолом. Там-то поля прорастают потихонечку через все это. То есть остались корпуса. Между тем, анекдот. Это одна из старейших тоже вообще на авиатской земле зданий. И, кстати, Переказная СБА, это первое каменное здание, кстати говоря, вообще на авиатке. Историки, я думаю, могут посмотреть. За исключением монастырей 100%. Вот дома еще Аверкия Перминова стоит припомнить. Все-таки его принято называть первым каменным-то. Ну, вот да. Из сохранившихся. Да, это товарища Касанова надо дергать. То есть пусть он комментарии свои ученые дает. Это его епархия. Так вот, Свободской завод, это принадлежало Александрову. Был такой знаменитейший совершенно, с моей точки зрения, выдающийся человек, который владел заводами здесь, на авиатке. Вот Свободской это его был. В Казани, в Нижнем еще, там география обширная, водочные, пивные, огромная торговля, огромное производство. И Шнейдер, вот Шнейдер, он работал на этом заводе сначала. То есть Александров его пригласил в Россию сюда, выписал как немец. Такая преемственность, да? Он поработал у Александрова и понял вдруг, что не пора ли мне окончательно расправить крылья и основать свое дело. Переехал сюда и здесь основал свой завод уже, Вятич. Минутка у нас остается. То есть Свободской на самом деле раньше. И вот местное, местный товар, местный товар. И как сейчас мы все-таки склоняемся к тому, что это местное свежее пиво. Вот если, безалкогольный разумеется, вот если у нас все-таки это пройдет красной нитью через все, то есть вообще через все. То есть мы, закольцевав тему про приказную избу, вернувшись к ней, вот это все звенья одной и той же цепи. То есть мы собираемся вкладываться в то, чтобы, во-первых, осталось это, то есть было как памятник истории. И то же самое традиции приготовления и традиции, которые вот от Шнейдера перешли, они точно также должны остаться здесь. И поэтому вот на этой ноте бы не совсем хотелось завершать, но что делать, времени мало. Вот эти рейдерские фокусы с Вятичем, которые у нас до сих портят. А, ты имеешь в виду уже эту тему? Да, к сожалению, да, придется упомянуть это. Вот мы как бы не отдадим завод. Вот ни в каком виде. Вот просто ни в каком. Заинтриговал сейчас. Да. Времени, к сожалению, нет. Да, мы успеем об этом поговорить позже, но самое главное то, что мы прекрасно понимаем, как мы будем действовать, что мы будем делать. Точно так же, как и с приказной сбой. Мы расскажем обществу. Хорошо. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании Вятич. Я напомню, что мы беседуем с Владимиром Повторником в час дня. Беседуем уже далеко не в первый раз. Весь архив вы можете смотреть и слушать на нашем сайте echokirova.ru Слушайте, просвещайтесь, пусть у вас возникают мысли. Вы можете в прямой эфир затем позвонить Владимиру, задать вопрос. В общем, до следующего вторника. Да, Володь, все, удачи.